Приветствую вас. Давайте для начала определим, что есть обида. Обида это ожидания. То есть у вас были ожидания по отношению к чему-либо, происходящему с вами в последнее время. То есть в последнее время с вами происходило что-то такое, по поводу чего у вас были завышенные ожидания. Но они не ображдались, эти самые ожидания. И в результате вы почувствовали себя разочарованы и вы чувствуете обиду. Соответственно, нужно увидеть, по поводу чего конкретно были ваши надежды. Нужно увидеть, на основании чего вы предполагали, думали, что ваши ожидания оправдаются. И определить сами ожидания. После этого необходимо увидеть, что вы сами можете сделать для того, чтобы то, чего вы хотите, реализовалось. и уже после этого продумать план реализации. Если обиды, связанные с людьми, ну, например, например, вас обидел кто-то, ну, допустим, вас кто-то обидел, да, то есть какой-то человек, либо какие-то люди, если вас обидели, то в данном случае необходимо вам опять же отделить то, чего вы хотели бы для себя, то, что вы знаете о себе, то, что вы чувствуете, то, что вы можете подтвердить, и то, что, собственно, думают о вас, те люди, которые нанесли обиду. то есть необходимо вот этот момент, когда вы преднепринимаете на свой счет то, что говорят другие, если вы обижаетесь на них, уловить, отследить, и, соответственно, определить причину, по которым вы посчитали, что то, что говорит другой человек, является правдой о вас. И подумайте, как можно воплотить в жизнь то, что вы считаете правдивым. То есть если вы, например, понимаете, что человек прав, говоря о вас какие-то неприятные вещи, то нужно соответственно что-то менять, нужно соответственно корректировать свое поведение. Ну и последнее, если говорить про обиды в целом, то они сигнал. Сигнал к тому, что свою поведенческую стратегию в целом нужно менять. В нее пора вносить определенные корректировки. то есть это может быть деятельностные корректировки, это могут быть отношения, это может быть направление саморазвития, значит собственной реализации, это может быть что-то связанное с хобби, свободным времяпровождением и так далее. Таковы варианты и в зависимости от того, какой вариант вам больше всего пообходит, его нужно выбирать и по нему следовать. Если угодно, то можно с помощью психолога в этом направлении двигаться будет проще, эффективнее, сбалансирование и гармоничнее для вас. ну и быстрее с точки зрения экономии времени. На этом все, надеюсь, что помог вам, если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если вы сделаете его лучшим, желаю вам всего самого доброго и удачи.